А Тарик вчера сказал, что вышел новый клип о Волочковой. Пытаюсь найти. Премьера клипа одна год назад. Одна. Ну, давайте я тебе клип немножко. Так, стоп. Так, это не она. Совершенно не поешь. Ну, короче говоря, все понятно, что человек петь не умеет, но умеет себя на сцене подать, как танцовщица. Да, даже может не балерина, а как танцовщица. Этого не отнять, плюс она статная, красивая. Кстати, знаете, как определить, когда петь совсем не умеет человек? Он поет всегда очень короткими фразочками, потому что самое главное в пении – это удлиненность, кантилена, когда ты можешь перейти с одной гласной на другую, когда ты можешь перейти с одной высоты звука на другой. Рассказываю по-простому. Сделать скачок грамотно или сделать какую-то филировку, как-то звук этот изменить, динамика и все. Когда все ровно, одинаково, темпо-ритм среднестатистический такой. И все почти на одной ноте. Ладно, переходим все-таки к нашим с вами друзьям и баранам. Все это прекрасно, но что у нас? Как нам-то быть? Начинаем! Это «Школа фонации», с вами Женя Егорова. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои дорогие, уважаемые вокалисты! Сегодня мы с вами говорим о длинных нотах. Что отличает вокалиста от, скажем, совсем не профессионала, но любителя попеть? Это то, что вокалист – человек, натренированный определенным образом. Он умеет держать удар, музыкальный удар. Он умеет держать ноту. Он умеет ее не просто спеть, он умеет ее покачать, он умеет сделать ровно в конце вибрато. Но для начала нужно научиться ее хотя бы просто удерживать. Самое главное, о чем забывают вокалисты в самом начале своей карьеры вокальной, что окончание в фразе должно иметь какую-то длину. Это не может быть просто брошенное окончание, как вам захотелось. Это должно быть окончание просчитанное, продуманное и иметь определенный хвостик. Представьте, что вы делаете, помните, мы когда-то делали такие венки, украинский, по-моему, это венок, когда вокруг головы такой ободок идет, в детском саду мне делали, и ленточки. И представьте, что каждая ленточка у вас будет разной длины. Красиво будет? Не будет. Ленточки должны быть ровненькие, аккуратно подрезаны все. Точно так же окончание в вокале. Если у вас идет определенный размер, определенный метроритм в песне, есть композитор, который написал определенную длительность каждой ноты, он ее в ноты записал. Почему вы это игнорируете? Необходимо это учитывать, необходимо к этому обратиться и выдержать эти ноты. Понятное дело, что никому не хочется напрягаться в конце фразы. Вроде как я уже все спел. Но вы еще раз вспомните, я когда-то вам об этом говорила. Например, к вам зашел человек, открыл дверь в кабинет, где вы сидите, работаете, ну или просто сидите в тишине, ну допустим, пишете стихи, и сказал что-то, например, звенящим голосом, ну вот, докатились, и ушел. Закрыл дверь, и дальше звенит тишина. Как вы думаете или вспомните, что в вашей голове будет на протяжении времени, всего, пока вы не услышите другую фразу, или не услышите что-то еще, например, шум дождя, или машины, или пение птиц, в вашей голове, вот так в петле, как в электронной музыке, будет крутиться его последнее слово. Докатились, докатились, ну вот, докатились, и вот это вам не даст покоя, потому что наша память так работает. Когда вокалист поет фразу, там нечего надеть, вот это еть, в вашей голове курсирует, пока не начнется следующая фраза. А если это брошено, будет нечего надеть, у вас в голове будет пустота, это ть, и будет ощущение, что у вас вокалист бросил, артист с вами не работает в этот момент, потому что он ничего вам эмоционально не передал. Самое эмоциональное всегда идет в конце фразы, и тогда, когда вы выдаете максимальное количество эмоций. Не сама структура, хотя текст тоже. Текст – это текст, это информация, но именно ваш вокальный вот этот вот звук, когда вы можете этой фразой показать, обнять, пожалеть, настроить, может быть, наоборот, оттолкнуть в зависимости какая-то песня, это и является основным эмоциональным контактом со слушателем. Очень много наговорила, но перед этим я вам из чего показала, из чего показала, какие бывают у нас ситуации в вокале. Короче говоря, чтобы с вами такое не происходило, коротко распоемся. Вначале ротик у нас с вами на улыбочке. Это важно для того, чтобы почувствовать задний объем и резонатор. В обратную сторону мы с вами идем вертикально, чтобы растянуть объемы максимально. Язык нега не встречается. Язык нега не встречается. «Вы». 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 Еще одну. «Вы». А теперь вниз, рот вертикально растянули и вместе спускаемся. Сначала выходит воздух на хмык и потом уже мы аккуратно озвучиваем весь звук. Играет музыка. На до, 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 до. Фонематически сохраняем четкую о. Помните упражнение? Да-да-да-да-да-да-да-ди-ди-ди-ди-ди, до-до-до-до-до. Открываем ротик. Кто не помнит упражнение «Пор фавор», посмотрите, пожалуйста, распевки наши летние. До-до-до-до-до-до-до-до-до-до-до-до-до-до-до-до. Выправим. Вместе. До-до-до-до-до-до. До-до-до-до-до-до-до-до. До-до-до-до-до-до-до-до. Сверху ой-ёй-ёй на корень языка. Ой-ёй-ёй-ё, да? Отлепляем язык, нёг они встречаются. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Обращаю ваше особое внимание на то, что если вы не поёте «О!» фонематически верно, если у вас не открывается рот, вы поёте «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй» красиво перед зеркалом, у вас будет звук некрасивый. Вы можете как угодно красиво выглядеть. Знаете, какой секрет у тех, кто красиво выглядит в клипах? Они в студии записываются вот так, а в клипе записываются потом, как будто бы они вообще так легко поют. На самом деле, естественно, вокальная работа для профессионалов, она слышна и видно, что это клип, и она здесь как бы... Посмотрите на Ларису Долину. Она, видимо, не очень умеет петь под фонограмму, скорее всего, и очень хорошо. И она всегда одинаковая, она всегда очень такая. Сейчас в последнее время она чуть-чуть себя так пригладила в силу разных причин. Я думаю, что я тоже в 66 лет, если вдруг буду выглядеть хотя бы так, как она, это очень сложно выглядеть так, как Долина сейчас в свои 66. Я, наверное, тоже буду записывать все вокальные муки свои в студии, чтобы никто не видел в клипе стоять с разглаженным лбом и абсолютно на улыбочке все это петь, или там трагично. Я страдаю в глазах слезы, но лоб у меня абсолютно ровный, потому что выдаст все сразу возраст и остальное. Поэтому, когда мы с вами тренируемся, это тренаж красоты быть, это на последнем месте красота. Вы должны делать так, чтобы звук выскакивал тот, который нужен. Конечно, морщить все лицо не нужно, в силу необходимой. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! И встать в конце на опору, воздушную. Если вы не понимаете, что такое опора, посмотрите упражнение по дыханию. Представьте, что вам нужно отодвинуть от себя людей, которые давят на вас в автобусе битком набитым. И это будет ваша опора. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Растяните, почувствуйте. Вот когда вы опираетесь, толкаетесь, вот это оно и есть. Немножко оно похоже. Разве оно похоже на то, что вы тужитесь в туалете или там еще где? Нет, не похоже. Ощущение, что вы именно вот толкаетесь, и у вас работают бока как бы немножечко, даже как будто бы немножко живот вниз идет и внутрь. У кого как, у кого-то вперед и наверх идет живот. У всех физиология своя. Итак, ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! 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 Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. О, пропели. Теперь У. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду. И плюс полёт. Ду-ду-ду. Делаем с вами упражнение. Распеваем, распеваем. Нигде посередине не дышим. И полётный звук достать до точки. Дотянуться до чего-то. Ду-ду-ду-ду. Вернуться вы. Вместе. Ду-ду-ду-ду вы. Ду-ду-ду-ду вы. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду вы. Вот здесь может стать тесно. Если тесно, не жмите, а наоборот, откройте ноа, заберите У. Ду-ду-ду. Если вы при этом сделаете не У, а что угодно другое, Ду-ду-ду-ду у вас не получится, да? Обязательно должна быть правильная вот эта форма фонематическая. Ду-ду-ду-ду. Тогда вылетит вы. Вот недалеко метимся. Ду-ду-ду-ду. Не боимся. Ду-ду-ду-ду вы. Ду-ду-ду вы. Еще ду. Ду-ду-ду-ду. Сверху вью. Не забывайте, что внизу мы поем над языком. Вью-вью-вью-вью-вью-вью. Гортань удерживается и растут нёба и объемы, да? Нельзя все время жить за счет только того, что вы гортань будете опускать. Она тогда у вас свалится, и вы будете, как я, в свое время петь только до ми первой октавы. Снизу причем. Так, дальше. У взяли, О взяли, А, Э. Сверху, А, Эй-эй-эй-эй-эй. Ай-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Можно и так, и так. Можно чуть повыше, да, ее оставить. Можно опустить гортань. А, Э. Ней-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Толкайтесь от сонорной. Сверху эй, 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 эй. Можно все, что угодно делать, если вы управляете аппаратом. Дальше. А, Э, И, О, У мы спели, осталось только И. Ми – самое главное. Почему я сложила губы? Я могу спеть Ми – но у меня уже язык ляжет как надо. Если вы только начинаете, у вас язык не ляжет. Вы будете петь Ми – за счет того, что подтянете гортань. Чтобы гортань оставить в нейтральном положении, нужно сделать игру с ногой. Попробуйте со мной. Слегка сверху. Можно, если трудно вам даже то достать, руку вверх и как будто выдох большой. Ми – Губкина У. Ми – В. Ми – Чемель. Удлиняем наши ноты. Что для этого надо? Самый главный секрет – это чтобы ваше тело не было в состоянии зажатом. Вы должны двигаться. Вы должны что-то делать. Потому что у нас всегда бьется сердце. Мы всегда с вами дышим. Мы всегда что-то делаем. И если мы говорим «так, сейчас будет длинная нота, все замерли, я тяну». Организм не может это заданием ваше работать. Он будет напрягаться не в том месте. Вы должны дать ему свободу. Воздух должен вместе со звуком выливаться из вас и куда-то стремиться к какой-то точке. Да-да-да-да. Одна нота, да? Споем так на да-да-да. Супер. Чуть повыше. Еще раз. Да-да-да. Отлично. А теперь мы с вами уберем да-да-да-да. Споем сразу да-да-да. Смотрите, неспроста я показала, что да-да-да сначала, а потом да-да-да. Для того, чтобы вторую А как бы еще раз пропеть, подтолкнуть, вам нужно в голове какую-то ассоциацию. У меня это волны. У вас это может быть все что угодно другое. Но волны очень удобно. Как будто одна волна укатилась, и вторая прикатилась. Да-да-да-да-да. И три волны вы как бы делаете, и получается у вас некое движение в вашем подсознании. И здесь оно уже не похоже на стоячее болото, оно уже куда-то движется, оно уже живое. Отлично. Дальше идем. И еще одну. Супер. Теперь мы с вами усложняем момент. Делаем большего. Теперь убираем и поем везде на А. Просто ваша голова должна что-то в этот момент обязательно делать. Движение должно быть, вам будет легче. Да, вы. Пошли. Супер. Теперь меняем звук. Вместо Д берем с вами Д. Д. В. Уже легче, да? На четыре. Д. В. Пожалуйста. Поем одну и ту же ноту. До. Д. 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 Не прыгаем. Д. 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 В. Слушайте фортепиано. Еще В. Д. Вот. Хорошо. Ещё Д. Д. В. Да. Д. 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 То же самое. Д. 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 В. На 4. Ди. 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 В. Пожалуйста. И убираем Д. Кроме первой. Ди. В. Пожалуйста. Супер. Ещё Ди. 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 В. 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 И последнее, что мы с вами пели, да, де, ди, до, и осталось Ду, потому что вообще легко, да, ду, сразу давайте без Д Ду, 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 вы, пожалуйста Еще ду, 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 не забывайте волны, что это куда-то течет Еще ду, и теперь Ду, 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 вы Вот, представляете, как все просто на самом деле Элементарно, если разобраться А если к этому еще добавить динамик, то можно Ду, 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 ду Приехать и уехать И всякие разные штучки делать, да Поэтому тренируйтесь с нами Это школа фонаций Всех вас по музыкальному обнимаю Надеюсь, у вас будут прекрасные, отличные выступления И что вы раздаете свой голос так, что вас лично, он будет устраивать А все окружающие и окружающие будут вас рады И будут с удовольствием слушать, как вы поете Всего доброго, встретимся на канале Продолжение следует...